Как зарегистрироваться в Zoom с мобильного телефона, получить доступ ко всем конференциям, которые проходят в Zoom. На канале есть ролик, в котором пошагово рассказано, как проходит процесс регистрации, если вы используете компьютер. В результате регистрации вы получаете логин и пароль, которые желательно сохранить. Логин это ваша почта и пароль, который вы придумали. Пароль должен быть достаточно длинным, имение 8 символов, содержать большие и маленькие буквы и цифры. В этом ролике я покажу, как проходит процесс регистрации с мобильного телефона. Тут немножко по-другому, но принципиальных отличий нет. На телефоне, я показываю для телефона Android, вы запускаете установленное приложение Zoom. Если у вас его нет, скачайте его из Play Market, в поиске Play Market напишите Zoom и нажмите на зелененькую кнопочку установить. У меня приложение установлено, я его просто запускаю. Открывается главное меню. Вам необходимо выбрать кнопку регистрация. Если вы никогда не проходили регистрацию в Zoom, не создавали профиля, не заполняли его, не вносили свое правильное имя, аватарку не загружали. Если вы никогда этого не делали, смело нажимайте на кнопку регистрации. Если вы когда-то это делали, то я вам рекомендую вначале попробовать восстановить пароль к вашей учетной записи. Для этого нажмите на войти в систему. Почему-то этот экран не показывается, но я вам покажу его немножко по-другому. Вот что вы увидите. Вас будут просить ввести ваш логин и пароль. Подразумевается, что вот эти данные у вас уже есть. Если вы их забыли, вы нажимаете на кнопочку забыл пароль. Вот видите, вот надеюсь видно. Открывается такое вот окошечко, точно такое же, как при восстановлении пароля и на компьютере. Вам необходимо в поле электронная почта внести вашу электронную почту в нашу почту и нажимаю на кнопочку отправить. Если вы проходили регистрацию на эту почту, то вы увидите вот такое сообщение. Оно говорит о том, что на вашу почту отправили письмо со ссылкой для восстановления пароля. Если такого сообщения не приходит, то либо вы неверно указали адрес электронной почты, то есть допустили какую-то ошибку в адресе, либо вы не проходили регистрацию на эту почту. Тогда вам необходимо будет пройти ее заново. Я тоже это покажу. Мне же отправили письмо. Вы открываете почту. Ищите письмо от Zoom с темой подтверждения восстановления. Открываете это письмо и нажимаете вот на единственную кнопочку, которая есть в этом письме. Нажмите здесь, чтобы изменить пароль. Вас отправляют на страничку именно восстановления пароля. Вы заполняете поле с вашим новым паролем. Читаете рекомендации, которые вам выдает Zoom. Если вы смотрели первый ролик, я об этом подробно рассказывал. Сейчас на этом останавливаться не буду. Заполняете поле подтвердить пароль. Сюда вставляете тот же самый пароль. И нажимаете на кнопку сохранить. Видите сообщение. Ваш пароль успешно изменен. Вы восстановили свою учетную запись в сервисе Zoom. Сохраните свои логины и пароли. Запишите их себе куда-то на бумажках. Потому что если произойдет какой-то сбой, чтобы они у вас были под рукой. Чтобы вам не приходилось проделывать эту операцию еще раз. Вот с этой странички войти в систему. Вы заполняете поле адрес электронной почты и пароль. И нажимаете на кнопку войти. Заполнил только что восстановленные регистрационные данные. И нажимаю на кнопку войти в систему. Вы авторизировались в приложении Zoom. Вы стали полностью зарегистрированным пользователем. У зарегистрированных пользователей есть классная функция. Вы можете добавлять своих друзей и знакомых в свой Zoom. И общаться с ними очень просто. Как в том же самом скайпе, нажав на кнопочку. Если он в сети. Вот например сейчас Марина Алехина в сети. Я могу с ней начать переписываться. Либо просто сделать с ней видеоразговор в Zoom. Я сейчас выйду из системы. Попал опять на главную страничку Zoom. И что же делать тем, кто никогда не регистрировался в Zoom. И вы хотите это сделать с телефона. Тогда вам требуется просто-напросто вот с этой главной странички нажать на кнопку регистрация. И ответить на несколько простых вопросов, которые задает вам Zoom. То есть вы выполняете все те же самые действия, как при регистрации Zoom с компьютера. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Потому что процесс подробно рассказан в первом ролике. Возникнут какие-то вопросы. Пожалуйста, пишите в WhatsApp. Я постараюсь вам помочь.